Чтобы любимые всеми нами розы у вас в течение всего сезона постоянно цвели, радовали вас своей красотой, были небольшого размера компактные кусты, по мере отсветания вот этих бутонов их нужно удалять. И вот здесь два способа их вырезки. Если вы хотите, чтобы кустики были вот такие небольшие, пушистые, компактные, вот мы их уже один раз обрезали, они образовали новые цветоносы, смотрите сколько новых бутонов, то обрезать отсветшие бутоны цветоносы нужно пониже, оставив от основания 3-4 почки. Ориентироваться можно по листьям, то есть вот около каждого листа в его основании имеется почка, вот 1, 2, 3, 4. Вот таким образом мы укорачиваем и регулярно их обрезаем. А если вы хотите, чтобы ваши кусты были высокие или у вас сорта посажены такие высокорослые, мощные, то тогда отсветшие бутоны на цветоносах так низко срезать не нужно. Их можно срезать прям непосредственно под бутоном или высоко, оставив длинный цветонос. Тогда у нас первые новые побеги появляются в верхней части из-под листья, вот они уже были обрезаны, вот уже новые побеги появились, цветоносы, и на некоторых из них уже заложились бутоны. Вот видите, куст у нас поднялся, когда они отцветут, я их обрежу также здесь высоко, куст еще поднимется, и вот в течение лета, к осени он будет у нас увеличиваться. Ну а осенью перед укрытием мы их обрежем пониже, чтобы компактные были, небольшие укрыть. Об этом мы поговорим и покажем непосредственно перед укрытием. Еще один очень важный момент по уходу за розами. Так как большинство роз у нас привиты на шиповник, в качестве подвоя используется шиповник или дикая собачья роза, то в процессе выращивания от этих корней вокруг кустов появляется вот эта дикая порость. Иногда она достаточно быстро развивается и подавляет своей мощью привитые побеги основной куст роз. И вот чтобы мешать сильно расти, развиваться, и вот чтобы этого не случалось, появившуюся дикую поросль периодически нужно удалять. У всех побегов дичков, растущих от корней, как правило, лист состоит из семи лепестков. Вот три пары и седьмой лист вот непарный. А у культурных сортов роз, как правило, значит, пять лепестков. Вот я сорву, смотрите, две пары и пятый лепесток непарный. Ну, удалять эту поросль дикую желательно плоскорезом фокина или маленькой тяпочкой. Откапываем вокруг куста пониже, находим место, где эта поросль отходит от корней и стараемся вырезать ее там, в земле, пониже, чтобы она быстро не давала новых побегов. Потому что если вы отрежете, как некоторые с тяпкой срубают или секатором срезают вот здесь вот на поверхности почвы, то с этого пенечка очень быстро образуется из почек целый пучок молодых побегов, и поросль вырастает еще больше. Поэтому мы его таким образом откапываем и там вот в почве удаляем. Вот все, что у нас появляется вокруг куста, мы регулярно должны вырезать. Ну, а более подробно всю информацию по уходу за розами в течение всего авиационного периода можно узнать в моем новом справочнике, календаре «365 удачных дней садовода». Значит, здесь вся информация в течение всего года, что, когда и как нужно делать. С розами, чтобы они красивые в течение всего года были и радовали вас своей красотой.